В Челябинске прошли торжества в честь Собора Святых Челябинской Митрополии. В Кафедральном Соборе Рождества Христова состоялись праздничные богослужения, которые возглавили митрополит Ташкентский Узбекистанский Викентий, митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений, митрополит Челябинский Эмиасский Алексей. Владыкам сослужили архипастыри и пастыри Челябинской Екатеринбургской Митрополии, а также епископ Аргентинский и Южноамериканский Леонид. Прямую трансляцию торжества осуществлял наш телеканал. Накануне праздника в Собор Рождества Христова и Серпухова была доставлена икона Божьей Матери «Неупиваемая чаша», прославившаяся своей чудесной помощью в борьбе со страстями. Образ встречали перед всеночным деньем, после чего святыня пребывала в Соборе до конца воскресного дня. Помолиться Богородице перед её святой иконой, а также почтить память южноуральских святых, собралось множество прихожан со всего города. Празднование Собора Челябинских святых было установлено в 2020 году по благословению святейшего патриарха Кирилла. Подвижники веры, жизнь которых была связана с Южным Уралом, пострадали от рук безбожной власти в 1918-1939 годах. День празднования Собора привязан ко дню памяти священномученика Петра Крутицкого, который был расстрелян 10 октября. От него с момента ареста с 1925 года по 1937 долгие 12 лет бесконечных заключений, мытарств, испытаний, скитаний по огромной стране в товарных вагонах, на этапах от него требовали только одного – отречения. В пользу кого бы то ни было, отрекись, откажись, что тебе, немолодому и больному человеку, стоит вернуть себе, если не свободу, то хотя бы какие-то сносные условия существования. Он понимал, что от него требуют, и он остался верным до конца. Остались верны Христу и другие священники и простые миряне, и их прославил Господь. Было их, без сомнения, больше, но в настоящее время в Собор Челябинских святых входят шестеро священномучеников и одномученица. По окончании литургии архиереи духовенства совершили молебен, вознося молитвы Пресвятой Богородицы и Собору Челябинских святых. В своей проповеди митрополит Викентий, говоря о подвиге южноуральских святых, напомнил евангельские слова о христианской любви к врагам. Они сохранили веру, они сохранили благочестие, они старались жить по-евангельски. Вот сегодня евангельское повествование говорило о том, что Господь благ ко всем людям злым и неблагодарным. И вот эти наши святые угодники Божии подражали Богу, что они не озлоблялись, они не недовольствовали, не роптали, не осуждали тех, которые их гнали, унижали и оскорбляли. Они просто любили, они просто понимали, что они являются теми, которые помогают им проявить свою веру и благочестие и достигнуть Царства Небесное и вечную жизнь. Поэтому они были благодарны Богу за все. По словам владыки Викентия, то, что на богослужение собралось множество народа – это плоды трудов, святых новомучеников и исповедников, которые сохранили для нас веру Христову, а мы это сокровище должны передать своим детям. Архипастер поблагодарил главу Чулябинской митрополии за радость молитвенного общения в этот торжественный день. Благодарим вас за вашу любовь и внимание к нам, что в сегодняшний день вы приехали и возглавили, и разделили торжество нашей Чулябинской земли. То, что мы прославляем святых, которые здесь просияли, является свидетельством того, что Господь не оставляет народ свой и не оставляет нашу землю. И раз у нас есть сродники наши, святые, которые молятся за нас в Царстве Божьем, конечно же, это поддерживает и укрепляет нас всех в желании и стремлении тоже достичь вечного спасения. В завершении литургии состоялось награждение победителей епархиального конкурса «Золое слово», в котором участвовали представители средств массовой информации города. Лучшие работы были посвящены святым, храмам и святыням Южного Урала.